Как подготовиться к армии? Как облегчить первые дни службы и как не упасть духом за период службы? Под интеллектуальной подготовкой я подразумеваю знание положения и статей Устава Внутренней Службы. Почему это так важно? Да потому что это одна из самых распространенных причин армейских наказаний. Все КМБ наздрачили из-за того, что какой-нибудь дебил снова не выучил обязанности солдата-матроса, что такое внутренний порядок или даже коротенький текст присяги. На протяжении всей службы некоторые солдатики получали по шапке и заступали в наряд через сутки из-за того, что не знали наизусть обязанности дневального пороте. Причем если не знает один, страдать будет весь наряд. То есть понимаете к чему я клоню? Для того, чтобы ваши сослуживцы не запомнили вас как идиота, который постоянно всех подставляет своим незнанием, учите, блять, обязанности. Чтобы банально знать, что тебе нужно делать, что от тебя могут потребовать и как минимум, чтобы чувствовать себя увереннее и не обосраться при первой же проверке. Итак, что именно надо учить? Независимо от рода войск, конкретной части и прочих факторов, каждому солдату необходимо знать следующее. Текст гимна России, текст присяги, что такое внутренний порядок, воинская дисциплина, обязанности солдата-матроса, обязанности дневального пороте, ТТХ своего оружия и техники. Причем в идеале знать все это надо слово в слово, не пересказывать своими словами, а именно так, как там написано. Потому что есть такие командиры, которые знают эти обязанности в точности до номера абзаца. Так вот, подойдет к тебе такой и скажет, Третья строчка гимна России или обязанности дневального при расквартировании роты. И ты, и ты в штаны насрешь, потому что Тили-Тили нас такому не учили. И умоляю вас, никогда и никому не говорите, что у вас плохая память. Потому что память у тебя точно такая же, как и у всех. Был у нас один товарищ, которому из-за проблем с памятью, ну никак не удавалось выучить даже коротенький текст присяги. Но когда из-за этого вся рота полночи не спит, а качается на центральном проходе, а данный товарищ отдельно стоит со шваброй вместо автомата и в слезах зачитывает строки присяги, вуаля, наутро проблемы с памятью прошли. Очень быстро. Вот это я понимаю, народная медицина. В общем, учить все это вам будет лень. Но чем раньше вы это сделаете, тем меньше пострадаете. А для людей с плохой памятью, в армии есть проверенные годами лекарства. Причем неизвестны случаи, когда текст обязанности отлетал от зубов даже у ребят из различных республик, которые в целом по-русски плохо разговаривали. Что еще раз доказывает, что возможности человека ограничены только его ленью. Просто не лезь. Объебись. Ну и само собой, когда вы уже приедете в часть, вам необходимо оперативно записать и выучить командование роты, части и округа. То есть, залупов-залупа-залупович, командир третьего залупного отделения, второго залупного взвода первой залупной роты. Для того, чтобы в голове не было каша из имен и фамилий, учите последовательно. Сначала командование роты, потом части, а потом уже командование округа. Только, пожалуйста, не тупите, как рядовой Вакутагин. А не, к нам такие не заходят. Ты че, ебанутый? Теперь то, что лично я рекомендую хотя бы несколько раз прочитать, чтобы хоть что-то осталось в голове. Статья применения оружия. Дни воинской славы РФ. Такие самые значимые военные даты. Нормы довольствия. Знать хотя бы примерно, сколько грамм хлеба ты ешь, сколько грамм масла тебе положено и так далее. И это тоже могут спросить, так как согласно обязанностям солдата-матроса, ты обязан это знать. Положение строевого устава, чтобы не путать шеренгу с ширинкой. Нормативы по физой огневой подготовке. ТТХ гранат РГД-5 и Ф-1. Там, дальность поражения, разлет осколков, тип запала и какая наступательная, какая там оборонительная. Потому что еще раз повторюсь, если до вас захотят докопаться, спросить могут все что угодно. И если на все вопросы проверяющего вы ответите как полагается, то прослыните большим красавчиком, умным чуваком и в следующий раз вас могут даже и не спросить. Всю эту информацию, в принципе, можно найти в интернете. Но чтобы облегчить вам жизнь, я составил универсальную памятку. С которой я 4 дня ебался. Это вот такая вот небольшая книжечка, которая легко умещается в карман. В ней собрано все, что я перечислял выше, плюс еще много полезной ерунды. Как стрелять, как говно вилкой чистить и так далее. Все это удобно структурировано и самое главное, что когда командиры увидят в вас эту книгу, то они могут вас даже похвалить. Потому что в нашей части нас все время заставляли делать всякие подобные памятки и таскать их с собой. Эту памятку я отдаю совершенно бесплатно. Но только тем, кто оформил спонсорскую подписку уровня братишка рядовой и выше. Многие из вас могут возмущаться. Но, ребят, меня поймите. Я несколько дней ебался для вас эту памятку составлял. Теперь, что касается физической подготовки к службе в армии. И начинается она не с бега, не со спорта, а с воды. Так уж сложилось, что служба большинства неподготовленных солдат, особенно в осенний период, начинается с ОРЗ или ангины. В первую очередь, по состоянию молодых солдат, бьют стресс, акклиматизация, плохая погода и ледяная вода. И если на первые три фактора вы повлиять никак не сможете, то к холодной воде можно привыкнуть. Но зачем? Дело в том, что большинство российских казарм нормально не оснащены горячим водоснабжением. В душевых у нас стояли водонагреватели. А если в обычных раковинах повернуть рычаг смесителя в одну сторону, то текла холодная вода, если в другую ледяная. Причем по утрам, после подъема, когда все роты шли умываться, из-за плохого напора даже холодной воды практически не было. Как бы это ни было дико, но вам придется в таких условиях жить. И поэтому начните по утрам умываться, бриться и чистить зубы только холодной водой. Поверьте мне, холодная вода у вас дома не такая холодная, как холодная вода в казарме. Ежедневно по вечерам мойте ноги холодной водой. Во-первых, это будет своеобразная закалка, а во-вторых, надежная профилактика грибковых заболеваний. И в армии это делать надо обязательно. Причем это косвенно прописано даже в уставе. В обязанностях солдата-матроса есть такая строчка, как повседневно закаливать себя, совершенствовать свою физическую подготовку. Мой взводник на КМБ, руководствуясь этим правилом, те, кто начинал сопливить, загонял в умывальник, раздевал по пояс и по очереди обливал холодной водой из душевой лейки. А однажды он услышал, как я шмыгаю носом и устроил мне такое персональное ванкупало, что у меня вся спина была красная от холода. И как бы это ни было тупо и по-варварски, но мне помогло. Так что как ни крути, от холодной воды вы никуда не денетесь. Закаляться надо, но естественно благоразумно, по самочувствию и без фанатизма. Также, когда окажетесь в казарме, не поддавайте соблазну пить холодненькую воду из-под крана. Если вам приносят из столовой бак с кипяченой водой, то пейте лучше ее. Ну а для того, чтобы раз и навсегда у вас отбить желание хлебать водичку из-под крана, вот так выглядят среднестатистические трубы, по которым эта вода течет. Ремонтируют их раз в никогда лет. И что там только не живет. Если после очередной жаркой прокачки испить такой водицы, то можно уехать в госпиталь как минимум с ангиной, а то и с пневмонией, менингитом и прочей гадостью. Так что, ну его нафиг. Следующий пункт вашей физической подготовки заключается в голове, которую надо подстричь. Специально для тех, кто думает, зачем отдавать деньги парикмахеру, когда в армии бесплатно подстригут. Во-первых, на том же призывном пункте местные коммерсы могут взять за подстрижку даже дороже, чем парикмахер. Во-вторых, парикмахерской машинке может просто не оказаться в роте нового пополнения. У нас, к примеру, их не было, и мы скидывались на их приобретение. Ну а в-третьих, даже если машинка и есть, она может быть убогая, волосы будет драть, щипать, как попало кусаться, и вообще хрен пойми, кто ей стрикся. К тому же, чтобы подстричься, нужно свободное время, которого в первые дни службы просто нет. А вот требование быть лысым яичком есть. Поэтому лучше подстригитесь как можно короче в последний день перед отправкой, и на пару недель избавьтесь от лишнего головняка. Ну и напоследок, спортивная подготовка к армии. Если верить первому закону Паркинсона, вы если и будете что-то делать, то только в самые последние дни. Так уж устроена человеческая природа. Поэтому я не буду рекомендовать вам записаться на бокс, бегать ежедневно по 20 километров и стать мастером спорта по всем видам спорта. Потому что, во-первых, вам это не поможет, а во-вторых, вы, скорее всего, просто не будете ничего делать. Поэтому, ваша спортивная подготовка к армии, в первую очередь, будет зависеть от того, сколько времени у вас осталось до отправки. Если у вас в запасе есть 3-4 месяца, то вполне можете податься в какую-нибудь секцию. Там вам и кардио подтянут, и если надо, лишний вес сбросите. А коль пойдете в единоборство, еще и чуть увереннее себя будете чувствовать на службе. Другое дело, если вам до службы остались считанные дни. Идти на какой-нибудь бокс особого смысла я не вижу, потому что за 2-3 занятия вы даже дистанцию свою не почувствуете. Максимум, это заработаете лишний синяк под глаз, и все. Да и драться в армии запрещено, хотя, скорее всего, придется. Говоря о физической подготовке, важно понимать, что от вас будут требовать. В стандартном подразделении солдаты на зарядке пробегают по 3 километра. Если для вас это много, то крайне рекомендую потусоваться на стадионе и пробегать хотя бы 1-2 километра, чисто чтобы научиться правильно дышать. Чем больше пробежек успеете сделать, тем легче будет адаптироваться к армейскому режиму. В идеале научитесь ловить свой темп и получать от бега удовольствие. К примеру, мне, как бывшему марафонцу, бегать в строю было очень скучно, потому что темп слишком медленный, да и расстояние маленькое, так как обычно мы даже положенных 3 километров не пробегали. Далее подтягивания. Тут, естественно, все зависит от вашего спортивного бэкграунда. В идеале нужно подтягиваться 30 раз чистыми. На троечку не менее 7, ну а на практике сколько угодно, лишь бы не 0. 0 это приговор. Если вы подтягиваетесь 0 раз, то к вам будет повышенное внимание до тех пор, пока не научитесь подтягиваться. А оно вам, поверьте, не нужно. В армии одно из главных правил не выделяться из коллектива. Если большая часть коллектива подтягивается 5-8 раз, то вам тоже нужно уложиться в этот диапазон, иначе вас будут прокачивать персонально. Ну и, конечно же, упражнение номер 16. Если подтягиваниями вас будут мучить только при сдаче нормативов и иногда на зарядке, то отжимания будут вашим верным спутником по службе. Отжиматься вы будете много, часто и всегда. Причем, независимо от того, сколько вы можете отжаться, вы обречены на провал. Так как отжимания – это самый распространенный способ наказания. За любой косяк роты или отдельного человека – упор лёжа принять. За незнание обязанностей – упор лёжа принять. А также за драку, за грубость, за то, что оказался не в то время и не в том месте. В общем, за всё. Причем, у нас был парень, который мог 200 раз спокойно отжаться. И знаете, сколько раз он отжимался за свои косяки? Не угадайте. До бесконечности! Армия – это такой очень забавный экспириенс, где вы можете весь пол залить своим потом, отжавшись всего 5 раз. Всё дело в счёте. Раз, два, раз, два, полтора. Сука, чтоб ты сдох. Причем, если провинившиеся уже совсем не могут отжиматься, то словно Чип и Дейл спешат на помощь приседания братским хватом под всё тот же весёлый счёт. Так вот, это я к чему. Физически подготовиться к армии вполне возможно, однако всё равно будет тяжело. Если у вас со спортом вообще колоссальные проблемы, то отжимайтесь, бегайте и приседайте столько, сколько сможете. Если ваше тело хоть немного привыкнет к таким нагрузкам, то уже будет лучше, чем ничего. Теперь, что касается моральной подготовки. В этом видео скажу лишь одно. Всегда держите в голове, что всё, что с вами происходит в армии – это временно. Помните, что вас ждут дома, и что срочка – это лишь маленький мрачный отрезок вашей большой и прекрасной жизни. Вообще, о моральной подготовке и психологических проблемах солдат мы поговорим с вами в одном из следующих роликов, потому что тема более глубокая и серьёзная, что немного не вписывается в рамки данного видео. В следующем выпуске мы поговорим с вами о том, когда лучше всего уходить в армию – весной или осенью, в 18 или в 26, в начале призыва или в конце. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Ну а на этом всё. Помните, что именно ваша поддержка мотивирует меня делать ролики чаще. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Сан-ти? Продолжение следует...